Кресло в автомобиле Оно мягкое такое, можно развалиться Хорошее кресло, на самом деле удобно и грамотно, безопасно Это несколько разные вещи Ну в данный момент я сижу достаточно вертикально, что требует как раз безопасность Если я развалюсь, откинусь туда, еще руку положу сверху руля Кистью только еле-еле буду касаться, а некоторые водители даже ложат так два пальчика И слегка подруливает рулевое колесо Это конечно же неграмотно Есть такая вещь, как по заготовности к экстренным действиям Мы должны быть всегда к ним готовы Независимо от того, что мы едем абсолютно одни по пустынной трассе Солнышко светит, все хорошо, замечательно Можно казалось бы расслабиться Или как часто мне говорят при разговоре с клиентами Считать ворон можно, нечего делать Но в любой момент может лопнуть колесо Еще что-то произойти, такая внештатная ситуация И лежа в кресле, развалившись, да, или еще куда-то там на подлокотник облокотившись Я не готов к этим действиям Ну понятно, поймать руль невозможно Да, доли секунды потеряны Это выливаются сразу драгоценные метры И все, происходит авария Ну то есть вы предлагаете тогда оборудовать все автомобили спортивными креслами Где сидишь, как струна весь зажатый Вцепившись в этот руль И вот эти сотни километров, которые мы проезжаем В том же самом Новосибирске, Республику Алтай Все время в напряжении сидеть? Нет, не в напряжении Как раз вот здесь вопрос этот и вытекает Покупая автомобиль, да, нужно в первую очередь Как вот мы советуем новичкам, выбирайте Особенно девчонки выбирают Вот красный все Мне вот надо красненький этот автомобиль Садиться туда, а Суперизор вот так сидит в яме Не видит ничего Но очень нравится этот красненький автомобиль Надо совмещать понравившуюся себе машину и посадку Как ты там сидишь, именно в первую очередь с безопасностью С этой точки зрения Сел удобно в плане, ну у всех же У кого-то поясница болит, у кого-то еще что-то, да Можно какой-то валик подложить, какую-то подпорку Если нет боковой поддержки Регулируемые есть такие сидения Или поясничный подпор У кого-то двигается нижняя подушка Валики расширяются То есть вот эти все наклоны нижней подушки Можно отрегулировать как всегда И если же все-таки это дело не настраивается Ты все равно через 15-20 минут начинаешь вошкаться Постоянно отвлекаться на эти вещи И не следишь за дорогой Уходит твое сознание на то, что вот болит правая нога, к примеру Все, надо эту машину либо поменять, либо поставить какое-то другое кресло Естественно, спортивный ковш – это вещь сугубо индивидуальная И у профессиональных пилотов это все изготавливается индивидуально Они подготавливают себе, чтобы он сел под анатомию этого человека Он сел там как влитой Если купить это просто где-то на китайском базаре У нас все-таки более бюджетный должен быть вариант Вот вы сказали, возможно, валик какой-то под поясничный отдел А вот эти ролики деревянные, которые кладут на сидения Достаточно давно они пользуются у нас большой популярностью А что вы смотрите на такой тюнинг, скажем так Действительно ли это расслабляет человека И заставляет его проехать больше с тем же КПД Я понял, да, вопрос Не имел опыта долгой эксплуатации на именно таком коврике С роликами деревянными, вайп-пластиковые Ну, массаж, да, вентиляция достаточно неплохая То есть там много свободного пространства, воздуха Спина однозначно не будет мокрая Но то, что на этом ролике соскользнуть можно в легком повороте Даже в сторону, это однозначно То есть хорошо подойдет для города, для невысоких скоростей Все понятно То есть если удобно рулить и вы чувствуете, что управляете машиной А не машина управляет вами, да? То все в порядке Можно пользоваться вашим именно сидением Опять же заострил внимание удобно Это не означает, что развалился, как кресло Лежишь и немножко уже засыпаешь Это означает вертикальная посадка максимально к вертикальному Грамотные углы на ногах, грамотные углы на руках Чтобы максимально быть эффективным в какой-то критической ситуации И ваши мышцы действуют максимально сильно и максимально быстро В противном случае менять либо сидение, либо автомобиль Машина вообще в целом, да Очень часто люди не совпадают со своими машинами Ну, в общем, да Спасибо вам большое, не выбирайте машину по цвету, да? В конечном итоге От того, как вы ездите, напрямую зависит то, как вы сидите У нас в гостях был эксперт по контраварийной подготовке И директор Центра высшего водительского мастерства Антон Мещетков Продолжение следует...